Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим новые драматические правила немецкого языка. Первое правило, которое мы рассмотрим, это глаголы с отделяемыми приставками. В немецком языке многие глаголы имеют приставки. Многие приставки являются отделяемыми, например, как в глаголе uncommon. Приставочка un отделяется. Некоторые глаголы имеют неотделяемые приставки, например, глагол become. Be, приставочка be не отделяется никогда. Сегодня мы рассмотрим глаголы с отделяемыми приставками. На приставку, которая является отделяемой, всегда падает ударение. Приставочку в глаголе мы ударяем, она отделяется и ставится в конце предложения. Например, er steht heute früh auf. Сегодня он встает рано. Глагол aufstehen – глагол с отделяемой приставкой. Auf мы ударяем, отделяем и ставим в конце предложения. Как понять, какие глаголы имеют отделяемые приставки, а какие неотделяемые приставки? Это вы увидите в словаре. Если на приставочку ударение падает, значит, она отделяется. Если не падает, соответственно, не отделяется. Спряжение глаголов с основой на td. Если основа немецкого глагола оканчивается на td, то в лицах du, er, sie, es и ihr между основой и личным окончанием ставится гласное e. Например, глагол arbeiten – это глагол с основой на td. Arbeit. Основа оканчивается на td. Итак, спрягаем этот глагол. Ich arbeite, du arbeitest, er, sie arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie, sie arbeiten. Предложения с обратным порядком слов. Напомню вам, что в немецком языке выделяют прямой и обратный порядки слов. Прямой порядок слов – это такой порядок слов, при котором на первом месте стоит подлежащие. Например, ich komme aus Weißrussland. Я из Белоруссии. На первом месте у нас подлежащие ich. Обратный порядок слов – это такой порядок слов, при котором на первое место вносится один второстепенный член предложения. Если у нас их несколько, имейте в виду, мы выносим только один второстепенный член предложения. То есть, подлежащие и один второстепенный член предложения меняются местами. Например, am Morgen hört sie immer Musik. Утром она всегда слушает музыку. Am Morgen – это второстепенный член предложения. Мы его поставили на первое место. Затем следует сказуемое, оно остается на втором месте. Затем обязательно подлежащее. И затем второстепенное членопредложение. Изучайте немецкий основательно и последовательно.